Уссурицы и гости города сразились на клетчатом поле. Турнир по русским шашкам собрал 30 человек разного возраста и уровня подготовки. Побороться за призовые места приехали и жители краевой столицы, где наши спортсмены недавно были на соревнованиях. Приезжают в Владивосток, в этом году несколько раз они уже были. И вот сейчас это такой ответный визит. К сожалению, нас немного, но очень надеюсь, что эти встречи будут продолжаться. И очень здорово, что в разных уголках края, в разных городах края не забывают про шашки. Среди участников в основном спортсмены в возрасте. Анатолию Мосякину уже за 80. Но победить опытного игрока мало кому удается. И в этом турнире у Сурицу не было равных, как и во многих ранее. Сейчас скорые шашки. В один день управляемся. Тогда было на 12 дней, 11 туров, один день доигрывания. То есть по теперешним меркам было очень вольготно. То есть у нас шашки были в моде, можно так сказать. Потом по России ездили, в зону Сибири и Дальнего Востока мы выигрывать стали. Но и сейчас молодое поколение все-таки играет. Интересные шашки, например, Стасу Притупову. Парень занимается три года и уже стал одним из лучших среди спортсменов своего возраста. В этом турнире Стас – абсолютный чемпион в своей категории. Секрет успеха, говорит, в постоянных тренировках. И хорошо, когда соперник сильнее. Внимательно пользуюсь, хожу. На комбинации всякие не попадаешь. И комбинации делаю, и выигрываю. Уже 17 апреля юные спортсмены Уссурийска поедут во Владивосток на открытый турнир по шашкам. А в нашем городе соревнования планируют устроить перед днем победы для всех желающих.